андрей день добрый добрый наконец-то он добрый да как твое здоровье да ничего обоняние вернулась слава богу пять дней без обоняния прожил но довольно таки оригинальный жизненный опыт все продукты были пластмассового вкуса слушай но самое интересное что я ел васаби знаешь что такое васаби да я его ел как спитый крем обычный безвкусный даже постный такой вот и ни в одном глазу вообще ни в нос ни в глаза хотя это супруга ведь это настоящий васаби жесткий хороший такой термоядерный прошлое видео не очень хорошо зашло потому что мы много шутили предлагаю сейчас мы погрузимся в тематику фондовый рынок откровенно давай мы признаем что мы с тобой два видео записали да идет мы сделали серьезное потом уже начали шутить и ты уже шутливое видео выложил на этом канале но не все же на серьезный час слушай я понимаю что людям нужно где войти и где выйти что будет расти что будет падать людям нужно переложить на спикера ответственность за свои неудачи для этого не если либо услышать подтверждение своей позиции да а вот и для этого они смотрят youtube видео а мы с тобой просто рассуждаем как мы с тобой я у тебя на канале с 2013 года уже семь лет знаешь поэтому я считаю что слишком люди близко к сердцу торги воспринимают понимаешь как-то они ну через чересчур как-то вот на серьезных щах все это надо проще относиться и деньги потекут по руке ты-то вообще заработал в этом году в этом я еще не считал но учитывая как я попал весной прилично надо надо считать счетов много счета разные я у тебя говорил еще в сентябре что будем цеплять не по осени считать а по зиме то есть довольно таки волатильный год такой но очень полезный плане даже вот я одиннадцатый год на рынке для меня он очень полезный в плане становления как очередного трейдерского пути то есть очередной такой удар по башке как только расслабился на рынке что главное ни в коем случае не расслаблять булки как только ты расслабил расслабился тебя тут же добрый вечер поэтому я в очередной раз за что боролся на то и напоролся но слава богу там выжил и все хорошо давай поговорим про текущей ситуации насколько неожиданным вот это был поднем подъем шести дневные индексы московской биржи слушай но аномальные движения происходят они обычно происходят где-то раз в полтора в два года стандартно видишь все были напряжены все ждали что вот этот снижение которое было до того которое было в конце сентября в конце октября до 3 числа что оно было как раз под выбор что все будет плохо плюс насчет выходной 4 числа не в тему все этого ждали но я считаю что это ралли которая случилась она была не на выборах она была как раз уже на информации о вакцине на той информации которая вышла вчера я считаю что это был просто инсайдерский рост люди забегали и вчера была такая финальная эйфория но может быть она еще не финальная может быть еще немножечко походит рынок здесь но лично мое мнение что новогодний ралли мы уже видели это все у меня нет совершенно другое а сейчас а сейчас мне александр кстати звонит говорит давай обсудим аэрофлот дима александров и вот моя цель достигнут 65 а вот как он удивится да ну он не увидит наше видео все равно никогда как он удивится когда будет не 65 а 75 по аэрофлоту да аэрофлот сейчас прекрасные позиции аэрофлот прям шорт я вчера кстати нормально вчера хороший подскок был но аэрофлот пока не шортил я вчера так поезу по экзотике прокатился там по американской я вчера даже первый раз жизни торговал акции манчестер юнайтед если ты знаешь это футбольная команда такая известная вот вчера решили так немножко думаю дай-ка я их поторгу момент вчера был очень хороший выброс в аэрофлоте но он длился буквально очень пшик и все слушай ну вчера все вчера боинг стрельнул там американ аэрлайн вчера все стрельнули за счет вакцины аэрофлот потом не может потом немножко его опустили в конце не ну аэрофлот падал со скольки безоткатно практически с 80 до по моему падал безоткатно до 50 15 рублей скачать это нормально после такого падения не там было 50 1 0 8 минимум ну как минимум и говорим мне тяжело с тобой говорить значит ты сейчас ждешь снижение аэрофлота я жду вообще снижение всего причем этом причем это будет мощно не не прям не завтра это будет не завтра это будет там со временем но сильно выше мы не уйдем участвовать аэрофлот вот я открываю сайт биржи 65 84 лой был по аэрофлоту по акции я смотрю мне показывает 54 50 на сайте финаму 54 50 был этот текущий лой этого месяца ну да 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 а до этого был там весной 50 50 50 102 до дома 08 но не важно не вот и вопрос был перебьем не перебьем но не перебили все-таки мне хотелось бы поговорить конечно мы вообще глобально мы все умрем я согласен и рынок это упадет то есть ты же до конца года ждешь что он упадет рынок ну вот если мы берем текущие ммвб и ртс если сегодня 10 ноября сегодня 10 ноября 31 числа рынок будет ниже 31 декабря рынок будет ниже я и я думаю что хаи по доллару мы еще перепишем и важный но мы можем через таки через такие верхи верхи это сказать угу уйти туда что многие просто выбиты все ради бога слушай каждый сам принимает решение будем позиции я никому не даю советы потом ты говоришь из я не оспариваю просто пытаюсь твои позиции проявить ты считаешь что надо уже открывать короткие позиции я считаю что как минимум нужно закрыть длинную как минимум нужно закрыть длинную и если вы в короткую не работаете да боитесь шартов то есть я если шарчу что-то я шарчу через фьючерс соответственно чтобы не платить за овернайт это правильно это твое правильное решение через фьючерс соответственно что я сейчас вижу я жду еще какой-то кусочек эйфории возможно небольшой и все дальше я жду печальки я жду печальки я жду перехай по доллару я жду ралли по золоту по золоту я вообще жду где-нибудь две пятьсот две семьсот к марту давай мы структурируем малек и то еще и если ты считаешь что будет еще возможно движение наверх какого перепуга я буду открывать сейчас короткие позиции я тебе не говорю что открывай я данный момент лично я андрей я закрыл длинные позиции которые были и открыл короткие короткие у меня каким активом по российскому рынку короткие позиции у меня по сбербанку вот я буквально только что открыл тока 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 по двести тридцать три семьдесят я открыл короткую позицию по сбербанку ну и с какой целью ты глобально открыл или закроешь к там когда будет пол процент где-нибудь двести двадцать посмотрим пока пока двести двадцать это зона вчерашнего импульса вчера импульс пошел на вакцине то есть отсюда это пять с копейками процент достаточно значит дальше по газпрому короткая позиция по фьючерсу на индекс ртс короткая позиция кстати вчера когда пошло движение сильно не довольно таки рубль себя проявил не особо поэтому я думаю что все таки мы все мы еще не сегодня мы еще перепишем все таки верхи по баксу я думаю красота как это будет но и по золото поднесет давай мы акции закончим ты сбербанк 220 цели мы структурируем все газпром какая цель газпром какая цель газпром в пол ниже 150 подвигая нифига себе да да газпром это это лучшая бумага для шорта вообще я прям газпром бумагой называю в какой-то веке вот так же открыл шорты я на dax на германию с целью 12 тысяч посмотрим 12 пробьет посмотрим пониже шорты я открыл по американским акциям это джи пи морган американский банк bank of america я открыл шорт по exxon mobil купил я вчера зум и купил я вчера викс миксера вообще по дешевке раздавали там по 18 с копейками закрылся он уже 19 70 помощь на поэтому xx он сейчас вообще копеечный но странно что ты не купил еще полюс я смотрю сейчас точку входа на золото и буду золото брать естественно по золоту у меня цели сильно за дверь так мы сейчас акции обсуждаем а основная мысль твоя такая что рост был инсайдерской конечно на вакцине и сейчас по факту ты игнорируешь факт что дальше еще ты до конца года будет три вакцины на западе да протокол испытаний дальше по факту все равно будет фиксация прибыль дураков поймали короче дураков поймали сейчас просто дают дают выскочить тем кому надо и все плюс очень сильное вчера было движение вчера реально запрыгиваешь вот пошло движение на прошлой неделе оно шло мы сколько 3 или 4g подали которые не закрыты движение шли безоткат но практически да если откат был в пятницу если мы берем ртс там 117 115 и какой какой откат сегодня вчера просто запрыгивали люди которые пропустили все это движение прошлой неделе которые боялись покупать из-за выборов вот будет байден все рухнет будет трамп все рухнет это не боясь вчера они заскакивали все вакцина все спасены у меня есть данные что вчера в сбербанке была максимальная покупка за пять лет за последние по моим там системам да я смотрю а вот если сбербанк выше ниже вчерашнего дня уходит все хана сбер пропал на какое-то время соответственно плюс не забываем что может кто-то этого не знает у нас именно на российском рынке очень сильно развиты системы автоследования я не знаю у вас там в универе то есть или нет на данный момент но у крупных брокеров они есть и поэтому когда какая-то крупная стратегия есть стратегии на которой подписаны люди там на миллиард рублей там и выше да есть такие соответственно если эта стратегия входит в лонг по газпрому по сбербанку то сколько народу там подключается все это автоматически идет импульсом поэтому у нас рынок и растет и падает импульсно поэтому вот такая история тогда вопрос если ты ждешь что еще возможно поддернут наверх это будет финальный поддерг какого перепугу ты уже открыл шарты потому что мы росли шесть дней подряд у нас много незакрытых гэпов и росли мы аномально это моя проба пера в данной ситуации я никому не рекомендую это сделал я вот это мое мое мнение это мои деньги я принимаю вот такое решение вот и все у меня решение такое что я избавился начать эти петлангов и жду чтобы рынок пойдет не чтобы еще еще купить все может быть все может быть я считаю что базовое движение в ноябре будет только наверх поэтому посмотрите купить посмотрим посмотрим вот гаспром ты круто да значит ждешь 150 ниже жду крути крутяк теперь я тебя перебил на счет золота золото как раз покупать да золото 2 500 2 700 на каком основании ты так считаешь мой мой персональный теханализ а как у тебя работает вообще ты сказала инсайт там какой-то там народ развели вакцина это как-то стыкуется с теханализа слушай нет это рынок вот именно если мы берем рынок рынок рос аномально мы сейчас не берем золото рынок рос аномально то есть прошлый понедельник был гэп вниз его выкупили в течение дня и все больше откаток не было каждый день рынок рос 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 и вот только в пятницу чуть откатили и вчера чуть откатили сегодня точнее расширить катили потому что вчера уже совсем был беспредел вот и все то есть вот данная ситуация она не поддается никакому техническому анализу этого в тупо же тупо жор называется если до того был тупо слив сейчас тупо жор ну как же не поддается на пробили на московской бирже понижательный тренд ну и слава богу ну нет ну как же не поддается по крайней мере теперь первая первая точка для фиксации моего шорта это будет тест этого понижательного тренда когда он там 1850 сейчас помню 1850 давно у нас не было по москве сейчас я вспомню какой же там уровень ну неважно хрен с ним просто ну два месяца рынок падал да сейчас пробили понижательный тренд растем все ли ну слушай рынок падал потому что выходили нерезиденты после того как отравился навальность растем и шесть дней всего там да и ты уже берешь и открываешь шарты потому что это аномально посмотрим сейчас посмотрим чтобы сейчас возможно после вот этого вертикального роста рынок уйдет горизонтальную коррекцию если у него горизонтальную коррекцию естественно я шарты прикрыл я же сейчас не стратегические шарты открыл там на всю жизнь понятно я поэтому спрашиваю а вот из сбербанку сейчас открыл какой-то шортик какой целью я же тебе сказал 220 газпром понятно аэрофлот такую целью аэрофлот я пока не шартил не в общем не зачем я на нем катился когда первое падение было с 80 на нем я проехал потому что даже фьючерс более-менее ликвидный яндекс фьючерс более-менее ликвидный то есть какими-то там не особыми деньгами там до миллиона рублей залезть можно даже во фьючерсе не особо его сдвинуть хорошо мы доллары я тебе перебил по поводу доллара да но доллар я жду перехай в этом году по доллару хорошо перехай это какой димуровский перехай масштабный перехай масштабный сколько у нас хайта был в этом году я уж не помню 86 сколько было я точно не могу сказать до копейки ну где то сейчас мы посмотрим сейчас мы посмотрим ну где-то за вы за 82 83 там 85 ну короче вот хай хай который был марте моего перебьем так что так вот такие мысли возможно возможно это все мой бред поскольку все-таки отсутствие обоняния до коронавирусом действует на на мою голову все все может давай давай все-таки немножко пошутим давай ну значит мы по рынку с тобой уже все идеи по поводу нефти у нас семнадцатого числа цена не опек вся семнадцатого ну да да опека поддержит а потом что потом посмотрим а что гадать то посмотрим могут фиксацию по факту устроить меня ощущение что 40 она всех устраивает нефть по 40 она всех устраивает уже все к ней привыкли ничего страшного то есть по валюте тоже владимир стал на курс не смотрите все 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 свободно все нормально поэтому все меняется еще смотрю на крипту кстати биток тоже думаю подшарчивать потому что высоковато 15 много для него биток жду по 10 где-нибудь можно кусочек биток по 10 до мне даже нечего тебе сказать по поводу битка мне кажется если уж за иметь биток так ждать миллион да ну зачем чего чего ждать мы я же больше никаких я сейчас спекуляции инвестиционных позиций не держу как я в прошлый раз не держал так и сейчас не держу пока все это катавасия не закончится сейчас слишком все рисково я прошу я готов купить и дороже если я пойму что все нормально я не буду сидеть и переживать что какой же я как же я не купил там когда все было дешево ничего страшного в этом нет я это спокойно все дела переживаю ничего страшного я в этом не вижу ну вот и все для меня главное быть понимать что вообще происходит а вот и все а ты сейчас вот работаешь на свои деньги сейчас конечно я всегда работаю на свои деньги нету может быть у тебя какой-то пул я не знаю есть мамины деньги тещины деньги есть семейные то есть ты рисковый человек ты можешь все еще поссориться если в случае просадки слушаешь с тещей ссориться это можно пальцы загибать нет да у меня все нормально потрясающий теща все хорошо она знает во что она в ляпус у тебя значит и денег этих хватает понимаешь да я столько наелся с этим управляюсь управленческими делами тоже за много лет поэтому я постепенно от этого отходила и отхожу и буду отходить мне тоже просто не интересно а как твой проект trade hub trade hub ну мы пока его немножечко немножечко могу сейчас реформируем он с декабря снова пойдет в работу немножечко по другим этим самым то есть ну все отлично то есть я что как говорил что все все дрочат то есть но выходные это подтвердили поэтому все нормально все 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 делают это поэтому прекрасное название для нашего сайта у меня там другой взгляд на эту проблему дюбы там развели как кролика его да развели не развели ну понимаешь вот я вчера смотрел вечеринний орган иван андреевич все нормально все делают это мите делают все понимаешь что об этом что такого вот что такого прямой дюб и что и что такого в этом вообще не понимаю все мы всем и всем и всем и дюба такой хэштег мы а бабка говорим или о чем ты спросил про трейдхаб я тебя просто прозреть трейдхаб если бы артем не был капитаном сборной россии по футболу какой не нужно артем можно было спокойно договориться или рекламе я говорю про твой проект понимаешь не артема вообще вот вот на него мне вот честно не просто интересно когда у тебя начнется массовое обучение все не будет у меня массового обучения никогда никогда не будет массового обучения потому что она бессмысленно массовое обучение бессмысленно все таки я стараюсь когда обучаю вкладываться душой человека поэтому я за персональное обучение и я за то чтобы учеников было как можно меньше а массово обучать если человек ленивый но пусть приходит андрей Вот вся концепция проекта Trade Hub и брендирование его, она именно на массовое, согласись. Это не какой-то бутик, а будь обучение. Это именно массовое. Слушай, я все в жизни своей делаю с долей иронии. И название оно с долей иронии. У меня нет никакого плана создать какой-то мега-центр трейдинга, обучения. Я вообще в трейдинг, вот как у тебя Сапунов говорил, я в трейдинг не верю. Я тоже в трейдинг не верю. Андрюха там 20 лет торгует, 15, я 11 торгую. Я тоже понимаю, что со временем весь этот интродейт, все это людям надоест. И этим стабильно зарабатывать невозможно. И никто этим… Трейдинг равно стабильность, нет такого и никогда не будет. В трейдинге стабильных трейдеров их нет. Их не было и не будет никогда. Все какие-то истории успеха – это истории. Кто-то иногда стреляет. И за счет них держатся биржи, держатся брокеры. За счет этой рекламы. А, плюс еще, почему я ожидаю серьезного падения на рынок в ближайшее время. Фантастическое количество открытых счетов, фантастическое количество… Все у нас пошел американский сценарий. Все домохозяйки римулись через приложение. Торговать, все. Туши свет с левой воды. Мне пришлось тоже сегодня позицию открыть, извините, Сбербанк через приложение, потому что не работал КВИК в Сбербанке. А что делать? Слушай, а у всех равно не торгуйте через Сбербанк. Я очень много слышу от знакомых, что КВИК в Сбербанке виснет. Если у главного банка страны виснет КВИК, да нахрен он вообще нужен? Зачем? Открываете у нормальных брокеров. Если главный банк страны не может вам сделать нормальное брокерское обслуживание, просто вы закрываете там счет брокерств, и все. Ну, это просто, скорее, брокер недоактивных операций, скажем так. Вы извините, но не для активных, так и не для активных. Но когда люди не могут войти в терминал, чтобы закрыть свою убыточную позицию, ну, извините, пожалуйста. Да, есть такая проблемочка. Андрей, все, большое тебе спасибо. Давай ты выздоравливай. Здорово, чтобы обаяние вернулось полностью. Да, поменяй, пожалуйста, фон, не идет тебе он прям. Мне? Да. Какие еще замечания? Ты похудел, кстати. Похудел, молодец. От нервов. На аэрофлот меня довел, Андрей. От аэрофлот? Да, господи, зачем он? Не летаем, и все будет нормально. Спасибо.